В Югре завершается акция «Молодежная коробка добра». Молодые люди со всего округа собирают для своих ровесников с Донбасса гуманитарную помощь. Таким образом, югорчане хотят поздравить их с Днем молодежи. В Нефтьюганском районе к акции присоединился практически весь поселок Сингапай. Молодые люди подготовили специальный набор продуктов, чтобы жители Донбасса почувствовали праздничное настроение. А все посылки пометили особой наклейкой. Все собранные коробки и открытки с добрыми пожеланиями передают в гуманитарный корпус Югры. А уже оттуда они отправляются жителям Дуганской и Донецкой республик. Я считаю своим долгом помочь. Если у меня есть возможность, я помогаю. Добро всегда возвращается. Вдвойне возвращается добро. И объясняю это тем, что самому приятно это. И душой, и всем приятно становится, когда ты совершаешь добро людям. 27 июня празднуется День молодежи России. И мы очень хотим, чтобы этот праздник был и у молодежи Донецкой народной республики, и Луганской народной республики. В коробку мы сложили всякие молодежные штуки, снигерсы, мамба, чай, сгущенка, чтобы действительно порадовать людей. Гуманитарную помощь от жителей Ханты-Мансийского района уже отправили в Сургут. Всего около трех тонн. В этот раз в муниципалитете сделали акцент на детском питании и средства гигиены. Жители Ханты-Мансийского района также принимают участие в акции «Подари чудо детям». Передают мягкие игрушки, сладости, наборы для творчества юным жителям Донбасса. Всего югорчане собрали и отправили в ДНР и ЛНР около 250 тонн гуманитарной помощи. Это товары первой необходимости, продукты питания, одежда, книги и лекарства. Когда ты уже туда съездил, ты понимаешь, что именно ты там нужен сейчас. Когда по телевизору другая картинка рисуется в голове, а когда ты уже там побывал, ты понимаешь, что этим людям... Ну как ты не поможешь, да? Это чисто по-человечески, душевно. Понимаешь, что вот это у них дом потеряли, да? Ты увидишь семью потерянную, там потерянные глаза ребенка, который два месяца жил в подвале. И чумазово там, и с родителями, ты понимаешь, что тут, ну когда долг Родине нас дать, хотя бы гуманитаркой. На сегодняшний момент в связи с сослуженностью логистики, на самом деле, и в связи с тем, что уже поступают конкретные заявки с территорий Луганской и Донецкой области, как бы списки конкретизированы, поэтому, соответственно, вот уже данный, получается, транспорт мы отправляем по конкретным заявкам полученных из этих территорий.